Привет! Напоминаю бесконечный раз, что я не борюсь с реальными исследователями самых различных видов энергии и тому подобных направлений. Сам постоянно занимаюсь исследованиями по энергетике, особенно древние, и ставлю множество экспериментов, и на результатах исследований разрабатываю и создаю устройства, не имеющие аналога в мире. Абсолютное дело и право других тратить свое личное время на что угодно. Для меня чем бы дитя не тешилось, лишь бы матом не ругалось, и объявил войну секте приматов, которые с закрытыми глазами ползают за предводителями-пастухами. Более десяти лет я тщательно слежу за происходящим в поиске свободных энергий. Сам кое-что исследовал и помогал другим в процессе поиска. Ко мне лично обращались десятки различных ребят, чтобы я оценил их результаты. Ни один не прошел проверку. Так вот, все, что существует в интернете и провозглашается как реальное БТГ, на самом деле стопроцентные фейки или выдача желаемого за действительное, то есть чистые фантазии. Я видел тысячи самых разных систем и установок, если там утверждают, что это БТГ, то можете быть уверены, это фейк. О причинах подобной проблемы следует создавать отдельный ролик. Но сейчас я хочу восстановить довольно важный выпуск более чем трехлетней давности. 1 сентября 2020 года я опубликовал вторую часть новостей об одном из известных аферистов, которому более десяти лет удавалось водить за нас сотни тысяч наинных лохов со всего мира. Обманутые инвесторы, выбитые гранты, выпущенные токены – все это давало миллионы и миллионы баксов на его паразитическую жизнь. Три года назад у меня были только обрывочные сведения о фактах его смерти, о чем я и рассказывал во второй части, дополняя события своей версии. В большинстве она и подтвердилась. Кроме того, у меня стали появляться последующие факты последствий криминальной деятельности жертвы. У меня и так на Слободяна было собрано столько информации, что хватило бы на несколько десятков выпусков, а тут прям еще валом понеслось. Успел выпустить еще несколько шумных разоблачений про него после кончины. Но ролик со второй частью описания его смерти пришлось через несколько месяцев удалить, так как кроме проблем с пандемией у нас настали мрачные времена, где за некоторые слова могут изолировать или даже убить. А с 2022 года стало вообще не до этого фейкового клоуна. Тем не менее, побродив в последнее время по всяким отстойным местам в интернете, обнаружил некое возрождение его многочисленных сектантов, отбитых на голову вернов, молящихся на святошу, которые хотят только одного продолжения лживых сказок про их предводителя. Фанатики не хотят признавать никаких фактов и аргументов. Им нужно только одно — очередная доза, чтобы утолить ломку. Еще, оказывается, появились слободяновские некрофилы, которые готовы ночевать на его могиле, защищая честь и достоинство. К тому же я постараюсь в ближайшие один-два месяца выпустить очень интересный ролик с информацией свидетеля, который непосредственно был невольным участников его афер. И я с ним провел подобие интервью. Он меня сам нашел два с половиной года назад, естественно, посмотрев мои ролики про разоблачение. Оказывается, он профессиональный электронщик и кое-что делал у Слободяна. То есть был непосредственно с ним в контакте и имел самое прямое отношение как к шарманке а-ля аквариум, так и к последнему его фейкмовую ящику. Ну и самое главное. Напомню, кто не в курсе моих разоблачительных роликов, еще 8 октября 2019-го Слободян подавал на меня в суд из-за моих разоблачений. 5 ноября того же года он состоялся, и на нем он отказался от иска ко мне. Почти через год, 27 июня 2020-го года, я опубликовал текст суда и его отказ. А почти через два месяца он погиб. Так вот, по решению суда я могу без всяких ограничений и проблем говорить по поводу афер Слободяна любую информацию, и никто мне не может препятствовать, так как есть его личный отказ. То есть, его признание в моих разоблачениях. А теперь восстановленный ролик. Здравствуйте, ребятки. Продолжу выяснение причин ухода в мир иной мошенника Слободяна. Мне сообщили последние новости по окончательным причинам его смерти еще вчера. То есть, воскресенье. Ну а теперь про шарлатана фокусника Слободяна. Как я и предполагал о версии с возгоранием кондиционера, тем более внешнего блока, это оказалось странной уткой. Я же вам сразу сказал, что что-то тут не сходится. Почему такую первоначальную версию выдала полиция в новостях? Это уже корейская загадка. Хотя я тоже лет двадцать назад пережил пожар. Мы с друзьями отмечали Новый год, а после, конечно, пошли праздновать на ночное представление. Перед уходом уложили детей. Подростков спать, дети не мои. Но они решили, раз взрослые ушли, то они хозяева положения. Сели за накрытый стол, включили телевизор и как взрослые зажгли свечи на столе и в других местах. Но под бормотами телевизора быстро уснули на диване. Одна из свечей догорела, а так как подставка была неустойчивая, то упала на пол и огонь стал добираться до окружающего пространства. Хорошо соседи шли с елки, увидели огонь. Детей спасли, как и собаку с котом. Но комната выгорела. Так вот, во всех новостях по телевизору. Радио и газетам сообщили, что возгорание произошло от телевизора. Хотя, очевидно, было даже не специалисту от чего, что произошло. Да и дети признались. Я тогда сильно возмущался, тем более телек импортный и мною настроенный. Но потом понял суть. Если бы сказали, что от свечи, то это криминал. То есть поджог фактически, разгорательство. А так телевизор загорелся, ну и ладно. Просто бытовуха. Дело закрыто. Вероятно, все в мире одинаково по сути. И поэтому так накосячили с кондиционером или попытались упростить ситуацию. Но реальность оказалась не менее шокирующей. Слободяна убила его собственная ложь. Так сказать, награда нашла герою через пять лет. Я же вам в своих разоблачениях про этого мошенника постоянно твердил, доказывал и предъявлял доказательства, что его шарманка, так называемая бочка, забита аккумуляторами. Вот сколько упорных инфузорий меня клеймили всякими эпитетами, что я пытаюсь опорочить святое имя создателя вечного двигателя. Так вот, планктону посвящается. Его убили его собственные аккумуляторы, а еще его невежественная тупость и пренебрежение техникой безопасности. Ага, трижды дипломированный доктор наук, задохнулся от ядовитых испарений загоревшихся литий-ионных аккумуляторов, которые он заряжал своей шарманке, собираясь на очередную презентацию, назначенную в ближайшее время. А фатально предшествовало этому еще одно событие. Я, выпустив прошлый ролик, надеялся, что хоть кто-то из зомбированных сектантов вспомнит о своем божестве, о его ключевом событии этого паразита на теле общества. Но никто, абсолютно никто не вспомнил. Хотя я снова в своих роликах это показывал прямо в документах. Знаете, когда день рождения у Слободяна? Вот, никто не знает. День рождения 19 августа. Ему исполнилось 38 лет. А пожар был когда? С 20 на 21. Что же произошло? Андрюша бурно с собутыльниками отмечали сие события в этой квартире. Вплоть до конца 20 августа после народ рассосался. Вспомнив, что надо подготовить шарманку презентации, он включил ее на зарядку. Ну и, конечно, тут же уснул, будучи мертвецко-пьяным. Так как аккумуляторы не были приспособлены до подобных истязаний, гений старался выжать с них же по максимуму. Но вот не учел он некоторых особенностей, то какая-то из так называемых банок не выдержала и загорелась. Дым от горящего лития очень ядовит. Да и сам литий воняет жутко. Вероятно, если он был трезвый, то еще мог бы проснуться. Так как такое событие в мире аккумуляторов тихо не проходит. Но спал он мертвым сном. Отчего все было предрешено. Еще мне передали, что тело должны отправить на родину, то есть в Украину в понедельник или во вторник. Раз полиция выяснила, что это банальная бытовуха, то дело закрыто. Хотя вначале проявили бурную деятельность и стали выяснять все его связи до аферы. Но, видно, решили, что не стоит такое болотно влазить, тем более иностранец. Так что все желающие сектанты могут почить память ушедшего от вас в ад божества. Особенно следует почить память поддельника по обману аферисту Тирхия. Из Одессы до села Королевка всего 500 километров. Это недалеко от Киева. Все мы знаем, что Тирха аж в Корею летал к своему кумиру. То уж семь верст собаки не дорога. Для общего развития я постараюсь вам несколько объяснить, что же случилось у Слободяна и как вообще работают эти аккумуляторы. Ну и так как с аккумуляторами, как видите, я вожусь тоже достаточно много. Всяких разных. Что под руки попалось, то вытащил. Как видите, тут хватает всего. Или вот. И большие, и маленькие от ноутбуков, и планшетов, и от сверхминиатюрных устройств. Есть всякое разное. И я их, конечно, использую вовсю. Вот как я вам показывал всякие устройства, которые проверяют магнитные поля. Там аккумуляторы, здесь аккумуляторы. Везде, где могу, везде их вставляю. Вот, к примеру, квадрокоптер. Ну, штатных четыре батарейки заменил на аккумуляторы. Поставил, вот только контроллер вывел. Места там хватает. Вот, всякого рода часы. Вот эти часы, не знаю, года четыре или пять назад я переоформил. Этому аккумулятору вообще лет 15. Ну, живой, здоровый. Тоже, вот контроллер поставил, часы все работают. Раз пару лет тут только подзаряжаю. А так, сколько бы батареек сменил. Вот, к примеру. Или эти часы. Тут посовременнее. То же самое. Вот прибор я вам показывал. Тоже аккумуляторы. Для измерения. Генератор. Для вихревой медицины. Тоже аккумуляторы. Как видите, все рабочие. Вот миниатюрный генератор. Я его тщательно все вам показал. Как и что. Тоже аккумуляторы последовательно соединенные. И вот куча всякого всего, для чего мне вот эти приборы нужны. Для зарядки, тренировки, проверки и так далее. Вот, это пауэрбанк с регулировкой напряжения. Такой пауэрбанк. Вот тоже я вам раскладочку делал полностью. Пауэрбанк со встроенным генератором. И вот уже пришло, как я вам говорил. Вот модулятор. Вот пришел модулятор. Уже встроил его. Все как вам тоже рассказывал. Здесь тоже опять регулировка напряжения. Еще, правда, не закрыл. Вот, куча всяких аккумуляторов у меня. Вот я вам уже показал коробки. Вот эти вот зарядки. Специальные, специализированные. Чтоб можно было любые заряжать. Этого всего у меня добра хватает. И я этим постоянно занимаюсь. Вот тоже. Вот подсветка. Тоже было бы на батарейках. Встроил Samsung. И все. Для каких-то целей. Сами знаете каких. Ну или вот. Все на аккумуляторе перевожу. У меня даже внук, если ему дарю игрушки на день рождения, там или на Новый год, какую-то электронику, там радиоуправляемую, или там трансформер, то тоже, если там батарейки находятся, обязательно меняю их на аккумуляторы. Поэтому с аккумуляторами я очень давно дружу. Еще со школы. Когда-то собирался электромобиль сделать. С детства все мечтал. Но кроме кислотных, да всяких остальных подобных, тяжелых, да малоемких, было очень, так сказать, выбор маленький. Поэтому и забросил дело. А потом, когда перестройка пришла, уже начал ездить в Польшу, Германию. Там уже автомобили гонял, менял их как перчатки. Поэтому уже и не надо было. Но, тем не менее, постоянно с аккумуляторами дружу. И вот хочу показать вам, как все-таки, что произошло у Слободяна. И по какой причине это фатально должно было случиться. Вот это вот аккумулятор от ноутбука. Уже разобранный. Если взять вот от Samsung, например. Как видите, они установлены как параллельно, так и последовательно. То есть здесь набрано 3 секции и в 2 параллель идут. И как, если внимательно посмотрим, все они обязательно, каждая секция идет на контроллер. То есть каждая секция проверяется на наличие напряжения, ток, перенапряжение, низкое напряжение. В общем, полный контроль. И если идет разбалансировка вот этих банок, так называемых, то, соответственно, контроллер определяет, на что больше дать заряд, на что меньше дать заряд, чтобы их сбалансировать. И это достигается максимальная возможность и вот работа. И, соответственно, защита от перенапряжения, от слишком низкого напряжения и больших токов. Короткого замыкания, все остальное. Это все предусмотрено. Тем не менее, срок службы у них ограничен. И вот часто бывает, вот я их разбираю, как видите, вот у меня куча всего этих аккумуляторов, там вот куча, я уже показывал. И вот я их тренирую, проверяю, разъезжаю, заряжаю, проверяю их номинальную емкость, разрядную, зарядную. Вот все здесь у меня записано. Беру, смотрю, чтобы они более-менее по параметрам подходили. Если я вот последовательно, например, делаю, вот как здесь, например, у меня стоит три последовательных. я их делаю, ставлю одинаковыми, по параметрам, чтобы были. Иначе, со временем, когда мы их заряжаем вот так вот последовательно и без контроля, то один из них, вот эта секция, например, или эта секция начнет уходить. И, например, вот эта секция будет на перезаряде, а эта будет на недозаряде. Ну, или, например, если вот как они в данном случае запараллеленные, то, например, один аккумулятор будет постоянно недозаряжаться, а другой будет перезаряжаться, на себя брать лишнюю энергию, соответственно, греться. тут предусмотрено от перегрева, конечно, вот датчики стоят везде и всюду, как во многих. Поэтому, эти аккумуляторы максимально защищены от каких-либо проблем. А что у Слободяна? Слободян, конечно, взял тяговые аккумуляторы от электромобиля, вот, там можете посмотреть на видео, прямо как они разложены пачками, они где-то по 50 Ач, ну, так, ориентировочно будем считать. Они довольно мощные, соответственно, токи на них идут большие. Там стоит инвертор, этот инвертор, ну, должен где-то от 100 в 110 вольт работать, там, может, 220, я не знаю, на сколько он там их последовательно соединил, но факт то, что вот эти аккумуляторы, которые он в бочку засунул, они у него должны были набрать напряжение где-то 110-220 вольт, ну, 110 пускай будет. Значит, это как минимум, если вот они их номинал, например, 3,5-3,7 вольта, это, ну, 30-40 штук надо их последовательно соединить. Соответственно, получается, когда мы их вот так вот соединяем такую гирлянду, то обязательно для каждого аккумулятора, вот для каждой секции нужен контроллер. А, конечно, он его не ставил, этого контроллера. Какие там контроллеры для такой цепи? Тут на 3 уже проблемы, на 4, на 5 секций уже проблемы контроллеры ставить. А что говорить о 40-50, даже 30-ти? В результате получается, что, так как контроля не было, датчика температуры точно не было, они как хотели, так и работали. Соответственно, когда он их нагружал, особенно, помните, там на острове, когда было очень холодно, аккумуляторы сильно охладились и не давали той емкости, которая необходима. И, соответственно, они ребалансировались, потому что одни аккумуляторы там в какой-то части давали большую емкость, то есть, нагрузку давали, ток, а другие давали меньше. Происходила ребалансировка. Одни разряжались сильнее, другие меньше. Или, когда аккумулятор вздыхает, он вроде есть, вроде его заряжаешь, но он пустой. Если, например, этот вот в параллели они соединены, этот, например, на 2 Ач заряжается, а этот на 0,5 Ач заряжается. Но сюда приходит 4,2 В, ну, по максимуму, там, когда полный заряд, где-то должно быть около 4,2 В. вот здесь, на аккумуляторе. А так как он недозаряжен, а этот, получается, держит нагрузку нормально, то получается, что при ребалансе, когда у нас нету контроллера, когда есть контроллер, он не даст ему больше 4,2 В, и на этот, на этот давать. но когда контроллера нету, то идет так, что на те аккумуляторы, которые держат заряд и на себя принимают, на них там 4 В, 4,1, 3,9, и они не дозаряжаются. А вот те, которые пустые, они пропускают, они там сквозняком проходят через них этот весь ток, и они, получается, при перераспределении напряжения, у них повышенное напряжение, у них там уже не 4,2 В, а 5, а то и выше, а когда вот такое напряжение, у них случается, начинает закипать электролит внутри. Вот эта вот масса литийонная, там жидкость такая, такая вот пастообразная масса, которая, ну, очень едкая и очень неприятная на запах, вот если сейчас попытаться разобрать, тут вонь будет страшная стоять. Ну, естественно, я когда-то разбирал. Есть у меня такое. И вот, к примеру, видите, вот аккумуляторы, они вздутые. А все из-за чего? Например, вот этот аккумулятор из-за того, что контроллер вылетел. Соответственно, тут напряжение шло, заряда, не то, что нужно. Или повышенное, или там ток слишком большой шел. Вот он из-за этого и вздулся. Если бы его дальше эксплуатировать, и если бы там крышка не поднялась, в том мобильнике, в котором он был, не вздулась тоже, то, может быть, и взорвался бы. Правда, здесь обычно клапаны у них есть специальные, которые стравливают это, но они часто не срабатывают. И вот такой сдутый аккумулятор, он, в общем-то, очень опасен. Если его продолжать дальше эксплуатировать, он дальше или будет сдуваться, в конечном итоге здесь именно давление такое станет, что он просто взорвется. А когда взрывается, электролитом все забрызгивает. И этот электролит уже начинает коротить по всему этому, разъедая вот все, что есть. И, соответственно, а напряжение-то идет, ток идет, возникает перья, слишком большая температура, и все загорается. По крайней мере, даже не обязательно, чтобы загоралось, оно просто может дымиться. Но горит оно хорошо тоже, когда к критической точке подходит. И вот такие вот секции, когда их там хрен знает сколько, вот, что на одни аккумуляторы приходят там вообще 2-3 вольта заряда, то есть они вообще разряженные, а на другие приходят там 10-20-30 вольт. В конечном итоге что происходит, что они, ну, сами понимаете, когда такая напруга прет, а они пустые, ну, что-то там происходит. Такие реакции, которые в конечном итоге приводят к беде. Вот эта беда и случилась. А все потому, что он не мог контролировать. Во-первых, он не поставил, конечно, никаких контроллеров туда-вовнутрь, только чисто аккумуляторы, последнюю гирлянду соединил и все. Температура у него, естественно, не мерилась. И, конечно, он не следил за их состоянием. Хотя, было в каком-то ролике его, где-то он там все боялся, чтобы как бы аккумуляторы не перегрелись. Там, почему-то, для чего-то. Это уже другой вопрос, как и чего. Факт то, что он понимал, что да, может быть проблема. И должен был знать, что может быть проблема. Но, вы же видели эту бочку? Она в аквариуме, закрытая вся. Во-первых, надо разбирать аквариум. Во-вторых, надо снимать, как минимум, боковую вот эту стенку, где, по-моему, 40 болтов, да, вот с этими подшипниками и оськой 5-6 миллиметров. Это все надо снимать и смотреть туда. Причем, так как он напихал туда эти аккумуляторы, их оттуда доставать, смотреть, это все настолько емко по работе, что может затянуться надолго. Конечно, он этого не делал и не проверял. Ну, а соответственно, все аккумуляторы разбалансировались и вышло то, что вышло. Оно должно было выйти. По-любому. я вот контролирую все эти аккумуляторы, вот это все. Всегда проверяю их, перепроверяю. Вот они у меня где-то стоят, работают. Я потом обязательно периодически, вот здесь вот аккумуляторы стоят, я их там через месяц, два, три обязательно проверю, чтобы они были в балансе. Как только я вижу, что дисбаланс, я вот беру вот такую вот зарядку и балансирую. Вот видите, специально здесь вот есть куча разъемчиков различных на два, на три, на четыре, до шести секций, вот которые можно так вот балансировать. То есть, прямо к каждой секции аккумулятора подключается вот эта вот зарядка и она контролирует каждую секцию. Только, естественно, программируем сколько нам чего надо. Поэтому, как только я вижу, что ребаланс произошел, я обязательно буду его восстанавливать или менять аккумуляторы. Но я знаю, что это может случиться и я этого не допущу. Но Слободяну было все равно, видать. К тому же, он по всей вероятности не рассчитывал, что ему так придется долго дурить народ своей шарманкой. Это больше четырех лет. Он все время ее крутит, накручивает. Вот буквально там за неделю до того, как это случилось, он тоже демонстрировал там одним. Вот у него в Фейсбуке можете посмотреть. Вот сейчас показываю. Вот он тоже демонстрировал там всяким делегациям лапшу эту вешал на уши. Ему, конечно, надо было зарядить, все это дело показать, рассказать, как все красиво светится. Ну, а потом опять зарядить. Ну, а контролировать то будет. И вот тележку эту туда-сюда таскал, то зарядит, то разрядит, то зарядит, то разрядит. Причем, он же не контролирует критическое состояние. Опять же, он не смотрит. Вот, например, она там, банки рассчитаны на 110 вольт, вот последоват на соединение, а он их до 50 уже там догнал. Конечно, чем, вот, у них критическое, например, ну, 3 вольта у них номинал вот минимального напряжения. если меньше, они уже резко сокращаются срок службы. Там можно, конечно, их опускать и до 2 вольт, разряжать, но последствия, последствия. А так как он не смотрел толком, что заряд, что разряд, так, примерно плюс-минус и не контролировал секции, ну, вот это и произошло. Результат, как видите, вполне логичный. Вот если его сейчас сюда подключить, пытаться зарядить, тут будет взрыв. А если, представьте себе, их стоит, там целая куча, вот так вот, один к другому, и не на 1 ампер, как этот, как он тут, совковый, видите, самый совковый, самый раздутый. А там по 50, ну, минимум 40-50 ампер часов, там эти баночки, вы видели их тоже. Поэтому вот такое вот и получилось. И последнее. Все-таки хочу передать пламенный привет Тирхио. По законам кармы ты ведь должен быть следующим. Так ведь, Андрюша? Вы же со Слободяном повязаны. Ну, остальным будьте здоровы. Мы или делаем бета-гей, или мы распространяем фейки. Какова цель наших соискателей свободной энергии? Ой, я просто богохульский. Наверное, ватт не примут мне. Грешен грешен. Серьезно. Просто ужас. Богохульник, грех, грех, Вот, подтверждаю на тысячу процентов, хотите на миллион. Это все рабочее, вечный существует. И всем физикам, вот так вот, которые считают, что это не работает, что это не может быть, понимаете, да? Закон сохранения энергии, Эйнштейн, договорились, и все ЕМЦ Ромо-Оклада, понятно, да? Ну, чтобы не выражаться. Так что, пошли вы все подальше. Андрей. Скоро едем на испытания. Да. Так что, давайте, Шон. Все вдвоем.